Друзья, всем привет! Сегодня 21 октября и у нас столичное дерби между Динамо и Локомотивом на нашей любимой РЖД-арене. А сейчас мы войдем на площадь и узнаем, что же интересного подготовили для вас, дорогие фанаты. Меня зовут Вова и я болею за Локомотив. Антон Миранчук, подари футболку. Кстати, а он знает, что у меня в телеграм-канале розыгрыш этой футболки? Он это видел? Мы проводим сегодня опрос. Вы пришли по мини-абонементу, абонементу или просто абонемент на сезон? Да. А как давно болеете в Золокомотив? Откуда вы пожаловали к нам? С Московской области уже не помню. Давным-давно болею. А как добирались? На машине. Болеете за молодежку и академию. Я подписываюсь. Вот за это вот. Мои девочки, мои девочки. Вчера, кстати, выиграли. Вадим, что вы кричали мне вслед? Локот ТВ, крутяк. Мы смотрим. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Как вам? Здрасте. Алина. Скажите, пожалуйста, вот вы пришли на матч у нас по билету, по абонементу или по мини-абонементу? Мы РЖД сотрудники, соответственно, у нас... Вы наши, вы наши. Блин, как приятно. Я ваша, я другая. Дейте, конечно, я вас обниму. 10-0 в пользу Локомотива. Молодец. Спасибо. О, привет. Думаешь, какой счет будет сегодня? 10-0. 10-0? Нет, подожди, уже был такой прогноз? А то, если что, ну, как бы вы в ничью сыграете. 5-0. 5... Нет, давай 15-0. 15-0. А кто, думаешь, забьет? Локомотив. Нет, а какой игрок? Есть любимый? Дзюба. Да, это опять Дзюба. Мне тоже нравится Дзюба. Серьезно? Артем Дзюба. Впервые в моей жизни мне нальют чай из робо-самовара. А как? Я беру стаканчик? Я беру стаканчик или вы мне нальете? Давайте, налейте, пожалуйста. Я хочу посмотреть, как это выглядит. А он ходит, он передвигается вообще? Это? Да. А, это все. Робо-самовар. Поднизу. Ну, можно вот так вот сделать. Да, да, давайте, давайте. Вот так вот мы и обманываем людей. Вот, типа я налила, вон там не видно, что течет. Ну, все, давай. Пробуй. На мне сегодня рубашка и жилетка и совместная коллекция Локомотива и Олова с сегодняшнего дня, то есть с 21-го числа она в продаже в интернет-магазине и в офлайн-магазине Локомотива. Приходите, приобретайте. Что за форма покажи? Будешь там свою фамилию набивать? Не, вон там вот будешь что-то набивать? Да. Есть ли у вас какие-то приметы перед матчем? Вот перед тем, как вы пойдете на стадион, к Локомотиву. Ну, слушайте, я с детства всегда почему-то включаю мы паровозы и после этого выхожу на стадион. И Миша тоже нравится эта песня. И такая наша традиция, мы включаем и идем на стадион. Вот меня и тут, и там покажут, мам. Здравствуйте, кстати, история, но она не озвучена будет. Ай, что озвучивать? Вы все слышали, да? Друзья, это Ирина Подшимякина, давайте поаплодируем. Да ладно, ближе, футболистки. О чем там шла речь? Да, я выводила сборную России в матче, а что, слышно? Нет, не слышно. Выводила сборную России в 2005 году на матч с Португалией. Вот, впервые попала на стадион Локомотив, вот. Это вот Нинахов, 23-й номер. О, Макс, молодец. Это вот непонятно кто. Вроде Карпукас, 93-й. Так, ну-ка. Это, сейчас скажу, так, честно. А это Сорвеля, а это Тегнезян. Слушай, а кого из футболистов вообще за всю струю Локомотива хотел бы автограф получить? Дмитрия Лоскова, конечно. Лоскова? Счастливая одежда, да. Вот что. Да, когда они приезжают, они всегда выиграют. Серьезно? На все выезды, пожалуйста, вы нам нужны всегда. Всегда, всегда ждем вас. А вы хотите, на ктечку могу дать, ну? Давай одну. Какую хочешь, вообще без проблем. Ну, прям давай, давай, давай. Ну, только не эту. Какую хочешь, без проблем, только не эту. Давай вот эту. Давай с бутцей, с бутцей. Давай, вообще без проблем. Давай, давай, прямо вот сюда вот. Спасибо, спасибо тебе большое. Я надеюсь, на следующий матч тоже будет. Приходите сюда и получайте. Вот так вот, вот так вот. Тут ничья. Минута страсти с Дмитрием Губерниевым. Минута страсти, друзья, да. И он прокомментирует для вас футбол. И Дева Русская выходит на крыльцо. Открыты шеи, грудь и вьюга, и в лицо, но буря с серера. Невредной русской розе, как сладко поцелуй, пылает на морозе, как Дева Русская, свежа в пыле снегов. Это Фушкин написал. Итак, что делал? Комментирует футбол? Да. Динамо с мячом. Тот редкий случай, друзья, когда Локомотив владел инициативой в первом тайме. Динамо пытается даже не прессинговать, а атаковать. Как говорил Перетурин, незабвенный, играет широко. Использует фланги. Но мы это знаем. Мы люди, которые вот с локомотивской эмблемой. У нас Ландратов, смотри, вот он даже не шелохнулся. Тот случай, когда на левом фланге футболист под седьмым номером. Даже не важно, как его зовут. Футбольные комментаторы всегда говорят, этот парень. Чистый отбор мяча. Защита Локомотива играет хорошо, уверенно. Мы сейчас ждем, когда вот этот фирменный локомотивский прессинг начнет свою работу. То есть сейчас спокойненько от ворот выбит Ландратов. Дальше игра, центр поля, атаки флангов. Пока все нормально. Но Локомотив победит сегодня со счетом 2-1. Все-таки один гол Ландратов пропустит, потому что Динамо обижать мы не будем. Я все-таки почетный Динамо. В каком виде лыжных гонок биатлонинка Носкова стала серебряным призером чемпионата России? Вперед, Локо! Меня! Вперед, Локо! Вперед, Локо! Три причины болеть за локомотивом. Стадион в очень удобном месте находится. Потом команды много молодых всегда. Это супер. Ну и классные болельщики. Спасибо. А меня не отметишь? А ты вообще вне контекста. Спасибо. Давай ты скажешь, три раза ничего не происходит, ничего не происходит и наш забит гол. Там постоянно что-то происходит. Ну, происходит, но не то, что нам нужно. То, что нам нужно, не происходит. Кого выводила? Пеняева Сергея. Он мой брат. А я думаю, что у вас глаза так похожи. Посмотрите, блин, вы копии. Гордишься своим братом? Да. Пожелала ему удачи, сказала, что его любишь? Да, сказала. А попросила, чтобы он гол забил? Попросила. Должно сбыться, да? А ты у нас кого выводил? Я не знаю, но точно в сборной Динамо. Ты сказал, чтобы он сегодня проиграл? Угу. Молодец. А ты кого у нас выводила? Я не знаю. Я, наверное, судью выводила. Судью? Попросила, чтобы он хорошо судил сегодня, нет? Ничего не говорила. А он с собой болтал? Нет. Смотри, мы разыгрываем с тобой сценку. Как будто бы 90 минут, как сейчас на поле. Тебе надо потянуть время, и что ты сделаешь? Вот давай, вот мяч. Он катится, давай. Банальное, что бы я сделал, ты, наверное, я бы его кинул так и просто в сторону бы катнул. Мы забьем сейчас. Бара! 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 Мяч! Все нормально, нормально. Ну ты молодец включаешься. Самоха давай! Вот и все. Не игрались. Хорошая игра получилась, я думаю. Зрелищная, интересная. Моментов много. Что не хватило? Голов не хватило. А с кого? Да. Я думаю, для зрителей от любой команды, а для нас, в принципе, понятно, что от нас хотелось Богова. Варинов там хорошо сейчас на последнюю минуту ударил, но Лещук в порядке. Я согласна. Прыгнул просто. А как тебе твоя игра? Супер. Я одно хотела сказать тебе перед младшем, что ты же возвращаясь домой там, где тебе было хорошо. Да. Не хотел бы делать плохо в этом месте. И сегодня ты этого не сделал. Спасибо. Ну, все для вас. Я здесь как договариваюсь. Ну что, друзья. 0-0. Три очка не удалось забрать. Но все-таки игра болельщикам понравилась. Игроки в целом тоже довольны. Поэтому результат более-менее хороший. А у меня для вас сюрприз. Дима Баринов. Как мне кажется, сейчас легенда локомотива отдал футболку мне. Но, я думаю, ее, конечно, себе оставить. Решила все-таки отдать вам. И мы ее разыграем в комментариях под этим видео. Придумаем что-нибудь, чтобы и вы подумали, и написали интересное, и нам было интересно выбирать. Так что давайте ждем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok